Всем привет, это Agents of Vect и у нас новая серия турнирных игр. У нас в Питере стартовал, ну стартовал уже закончился, естественно большой сольный турнир сингловый двухдневный. Это 5 игр, 3 игры в один день, 2 игры во второй день, мощный марафон Вархаммера, который мы с удовольствием прошли, приняли участие в него и теперь вы можете посмотреть батл репорты с этого турнира. И мы начинаем прямо сейчас, у нас первый оппонент это Ультрамарины, как вы уже видите из названия, и я играю за Дарк Эльдаров снова. Но что там взял наш оппонент, и как играют Ультрамарины в современной меди, мы посмотрим чуть попозже в этом самом видео. Давайте сейчас обратим пристальное внимание на мой ростер, мой ростер за Дарк Эльдаров, потому что, ну, знаете ли, ростера на сингловые турниры немножечко отличаются от ростеров на командные турниры, потому что к сингловому ростеру у тебя большие требования по универсальности. Ты должен быть готов встретить любую угрозу, если на командный турнир ты можешь заточиться против какого-то определенного типа армий, против определенных оппонентов, и тебя твой капитан будет парить приблизительно на такие расписки, то здесь вот будь готов хоть против Орды выступить, хоть против какой-нибудь тяжелой механизированной армии. Так вот, что же я сейчас взял и чем я вас готов удивить? Ну, поехали, поехали. У меня сейчас ростер состоит из трех патрулей, да, в прошлый раз я брал Real Space Razor Detachment, то-то возьму, то другое, все, пробуем. Но на самом деле я довольно консервативен в плане растеростроения, и вы можете сейчас увидеть почему. Потому что мой ростер начинается с Дрозара. Чел настолько хороший, что я пробовал без него играть. Может даже не на камеру, но пробовал, и мне не понравилось. Дрозар слишком крутой, не хочу без него вообще выходить. Он, ну, ничем таким себя не дискредитировал, поэтому беру его постоянно на каждую игру. Ладно, первый патруль Dark Technomancer. ХК Дрозар, потому что Гомункул нам не нужен по Дарк Техномансерам. Гомункул нам нужен только по Дарк Криду, мастер Гомункул. Дарк Техномансеровский Гомункул армии ничего полезного не даст. Трупса. Пять врэков, пять обязательных врэков без пушки. Можно было подумать дать им какую-нибудь гекс-райфл, чтобы они на первой же единичке там отлетел этот сержант. Но, держим их дешевыми. Все. И три Кроноса в качестве Heavy Support Choice одним юнитом. Сейчас тема безумно популярная. И мне тоже захотелось попробовать. Почему? Я, в принципе, очень скептично всегда на этих Кроносов смотрел, потому что, ну, что? Непонятно. Короче, чем я их вооружил? Три огнемета, ну, это встроенные. Один Spirit Prop, это рерол единичек на ту вунд вокруг себя. Ну, собственно, Кронос. Затем и нужен нам Кронос, чтобы эти реролы раздавать. Ну, хотя бы один, чтобы в юните был, он умерет последним. И три Spirit Vortex. Spirit Vortex это такой тазик, который у него на жопу ставится. Это бластовая типа пушка. Профиль такой же, как у огнемета, только бластовый и чуть подальше стреляет, и не огнемет. Это просто бластовый, ну, вы поняли. Пятая сила, минус один АП, на шестерку, то вон два дамага. Вот такие вот дела. Короче, Дарк Техномансеры позволяют огнемет на Кроносе перегреть. Мы знаем, что Техномансеров понерфили, и ты больше не можешь греть ликвифайры, испаренные ликвифайры. То есть, пушки, вот эти огнеметы, которые раньше брались на вреков, иногда на талосов, на гротесков они брались кем-нибудь, каким-нибудь любителям гротесков и огнеметов. Но Кроносы, соответственно, их огнемет это не ликвифайр, поэтому он не понерфился, и его до сих пор можно перегревать. Чем мы и будем заниматься. Соответственно, пятая сила с плюс одним Ту Вунд и двумя дамагами, а на шестерку тремя дамагами. Это становится интересно. Вот, на мой взгляд, это довольно слабенько, что ли, потому что, ну, 3D6, 3D6, это шо, это, ну, практически ничего. Там, ты выкинешь единичку, тройку и четверочку. Ну, и, типа, Нокия, вот у тебя оппонент там инвули откидывает минус дамаг, еще какая-нибудь срань, типа, ну, ну, такое себе. Вот, с другой стороны, 21 рана в третьей броне и пятом ФНП за 245 очков всего лишь, это, ого-го, вот эти мы попробуем. Естественно, Спирит Вортекс и Бластовый перегревать я не собираю, потому что накидаю единиц, накидаюсь, и за каждую единицу падает реморталок, нафиг оно такое. В общем, Кроноса мы сейчас заценим и посмотрим, права ли зарубежная мета, потому что за рубежом открой любой гуннхаммеровский ростер, да, любую расписочку, которая вот на гуннхаммере висит, победитель дарк играет, там Кроносы вот-вот стадами просто ходят, минимум 3 и до бесконечности их, ну, сколько там, 9, 9 в ростер можно запихнуть. Короче, ну, вот как-то так. Дальше у нас идет второй патруль, это обсидиановая роза. И что нас здесь встречает первым делом, это совет Архонта, внезапно фановый совет Архонта. Но не такой уж он и фановый этот совет Архонта, поскольку еще вот на момент выхода кодекса у нас на тех же гуннхаммерах, короче, там на западе сразу предлагались расписки с этими советами Архонта, в которых 4 змеи, 4 ургуля. И почему это круто? Потому что, во-первых, это дешево, это 136 очков за полно укомплектованный отряд, и это супер дешевые раны. Третий от Афна, пятый ФНП, сколько у нас, 8 моделей в трех ранах каждой, 24 раны за 136 очков. Плюс, в ХТХ они мощны. Этот отряд, в принципе, он по ХТХ своему потенциалу может, наверное, сравняться с отрядом Вичей, наверное, да, каким-нибудь таким. По очкам, чуть больше по очкам, да, чем отряд Вичей закачанный. Но количество ран и живучесть на голову превосходят этих Вичей. Минус в том, что они, конечно, не скорят у нас, но, однако, если какой-нибудь бомжик подойдет их перескорить, они его сожрут и не заметят. Плюс еще есть пострелять, да, с 4 змеев, это 12 выстрелов ядовитым шарт-карабином. Тоже надо попробовать. Вот типичный зарубежный ростер, он состоит у нас из такого треугольника, 3 таких вот основных стэка, да, ударных. Это либо 2 юнита Кроносов и 1 Совет Архонта, либо 2 Совета Архонта и 1 юнит Кроносов. Но ввиду миниатюрок, да, наличие у меня миниатюрок, у меня 1 Кронос, 1 Совет Архонта и все. Вот. Ну, что дальше? Что дальше у нас? Десятка труборнов, естественно, да, по обсидиановой эрозии. Две пятерки кабалитов с бластерами, чтобы забить, забить, забить наших инкубов. Две пачки по 5 инкубов, да, эти кабалиты будут у них в качестве подушки безопасности в рейдере. Вот, Мастер Архонт с Джин Блейдом, Варлорд Трейд у него, Эншент Ивол, ну, все по классике, знаете. Пять рейдеров, да, по обсидиановой эрозе, чтобы реролить ту лунс, ни одного ровайгера, к сожалению. И дальше у нас третий патрулец, это Вичи, Культ оф Страйв, да. Две суккубки, две суккубки, чтобы помощнее, пожирнее. Одна у нас с Резер Флейлами, Дарк Лотусом и Варлорд Трейдом. Пресижен Блоуз, это который шестерки. Тухит у нас Морталки, поскольку она делает 14 атак, то ищем шестерки из этих 14 бросков и наваливаем, наваливаем. Вторая суккубка у нас с Триптих Випом и Компетитив Эдж, Варлорд Трейдом. Вот, как-то так. Компетитив Эдж мы реролим все непробитые атаки. В смысле, когда ты не попал, не пробил, либо оппонент откинул инвуль. Вот это мы все реролим. 10 атак на 2 плюс пробить со вторым дамагом и большим АП, это классно. Суккубы две мощные такие, два козыря таких ядренок. Две десятки Вичей в качестве Трупсы. Самостоятельные такие тоже ударные отряды. У них силовой меч, шарнет импеллер в каждом отряде и рандомная наркота. Пятерка Мандрейков на поставить скрэмблеры и пятерка с карджей голых, абсолютно голые, просто с пятью шарт-карабинами, тоже на поставить скрэмблеры. В другой четверти, соответственно. Вот, приблизительно такая вот интересная у нас расписочка получилась. Практически все вот по классике. Да, вот десятка инкубов, дрозарчик, десятка кабалитов, суккубки, архонтик. Все, как всегда у меня. Да, еще пятерочка Мандрейков. Но вот на остальном решил поэкспериментировать. Это, да, это вот затестим Кроносов и совет Архонта, как оно у нас там работает. На этом с ростером покончено. Давайте уже посмотрим на игру. Первый тур ультрамарины. Расстановка. Смотрим на оппонента и оцениваем ситуацию. Погнали. Первый тур против нас ультрамарины. Красные, отличные ультрамарины. Красные. Николай, привет, привет. Ну что ж, Дарк Эльдары. Совет Архонта. 5 вреков. Вичи, суккуба с резерфлейлами. Вичи суккуба с плетками. Труборный. Архонт. 5 кабалитов. 5 инкубов. Дрозар. 5 кабалитов. 5 инкубов. 5 мандрейков. 3 кроноса. И пятерочка с коржей у нас ушла в резерв. В дипстрайке. Здесь у нас тактичка. Большой робот с плазмой и кулаком. Еще такой же робот. Здесь это техмарин, да? Лейтенант. Капитан. А, капитан. Либор. Машина. Здесь апотекарий. 5 блейдгардов. Здесь 3 скаута и 5 тактички. Здесь у нас инвиктор сьют. И еще 5 инкурсоров. Или как их? Инкурсоры. Все, правильно. С миной, парни. Вот. Не побоялись у нас прийти сюда в 9 дюймов от диплоки. Там вроде все легально. Хорошо. Кинем кубик. Кто ходит первый? 3. 3. 5. 3. Удачной игры. Я сразу выявляю. Так, что ты делаешь? Я делаю rapid 3 deployment. А, rapid 3 deployment. Пока счастливо, парни. Пока счастливо. Так, я пока миссии зачитаю. У меня античетверти, скан точек и скрэмблеры. Здесь морская миссия, ассасинайт и тоже скрэмблеры. У нас расстановка, я напоминаю, миссия скоринг. То есть, здесь вот буква ИП и 5 точек в центре. Две точки контролируем, чтобы 5 очков получить. Все, парни отсюда свалили. Все молодцы. Потратил команд-поинты. Ну, что тут можно сказать. Наш оппонент, сразу видно, не самый опытный, не самый бывалый игрок. Решил закинуть мне такой десант перед моей деплойкой. Да, в виде инфильтрующихся юнитов. Понадеяться на первый ход. Первый ход ему, к сожалению, не выпал. Потратил команд-пойнты на то, чтобы убрать большой батлсьют. Но вот пацаны, инцепторы там, да, или как их там звать, они остались и сейчас они будут съедены. Расстановка. Вот вообще терпеть не могу вот эту вот расстановку. И мне, наверное, в какой-то мере повезло, что, ну, не самый страшный для меня оппонент не попался на этом открытом столе. На этом чудовищном просто столе для меня. Вот. И, ну, первый ход наш, что нам нужно делать, попробовать избавиться от дредаков вот этих вот. Потому что они представляют из себя такую мощную боевую силу, которая может перевернуть много моих лодок, а я бы этого сейчас пока что не хотел. Поэтому все ланцы по дредакам. Один мы точно уничтожим, второй мы просадим. Ну, а там уже, будь что будет, там уже мы пододвинемся поближе к рядам вражеской армии. Встретить нам нужно Блэйд Гордов. Блэйд Горды тоже такой второй неприятный для нас кулак. О них позаботятся инкубы. Надо вот инкубов с дрозарчиком на... С травить с этими парнями. А с остальным всем справятся Вичи, я в этом уверен. Ну и давайте. Чего там затягивать? Первый ход. Смотрим. Первый ход мы завершили. Здесь мандрейки остались, ничего не сделали. Здесь продвинулись вперед кроносы, сканируют точку. Рейдер вот сюда, рейдер вот сюда. Инкубы высадились, убили здесь инфильтраторов, вот этих вот инкурсоров. Здесь подъехал сюда вплотную к стенке рейдер с труборнами, обстрелял вот этого дреда, дреда, вон того обстрелял дреда без особой эффективности. Один даркланд столько пробил. Затем сам рейдер потом отстрелялся в него же и отступил за стратагему. Теперь нас не видно. Здесь вот вичи сюда проехали, здесь вичи сюда проехали. Совет Архонта подошел сюда на точку, сканируют точку. Здесь парнишки в рейке поставили скрэмблер. Ну и да, все ланцы, все бластера стреляли сюда, попадали, отвратительно пробивали, отвратительно оставили в последней ране. Вот, потому что что пробило-то, что пробило? Пробил один даркландс с труборнов, пробил один даркландс отсюда и пробил один даркландс, один бластер с этого рейдера. Как бы все, вот из целой кучи у нас ланцов пробило два и один бластер. Вот, я пока по миссиям ничего особо не сделал. Мой оппонент ходит, какие-то приказы раздал. И сейчас смотрим, что произойдет. Первый ход мув и стрельба ультрамарин. И еще чержей не было. Значит, сюда подошел инвиктор, пострелял большой пушкой мне в рейдер, оставил его в одной вунде всего лишь. Мелкой стрельбой мне здесь убил одного ургуля, одного змея, и вот еще в одной ране у меня остался ургульчик. Вот эти товарищи уничтожили мне этот рейдер, высыпали здесь вички, стоят. Дальше у нас вот этот лэндспидер мне взорвал вот здесь вот лодку. Выпали кабалиты, архонт. Инкубы не выпали, они уже были высажены, да? И стрельбу вот этого, вот этого товарища и еще вот этих чуваков и вот этих у нас пережил, затанковал вот здесь второй рейдер. Его добили только вот эти, марталка и два дамага. То есть после стрельбы вот этих трех юнитов он остался в трех ранах, и вот эти его добили одной шестерочкой. Дальше у нас высыпались инкубы, и кабалиты трое потерял на высадке. Здесь мне с гранатометов с ринки убили инкубов, двух, и еще подстрелил техмарин мне одного. Собственно, все. Теперь чарджи. Вот эти вот чуваки не чарджат. Они высадились после мова и делают здесь скрэмблер внезапно. Все. Теперь чарджи. У нас вот этот вот чувак хочет почарджить вот сюда. Мы посмотрим, что из этого выйдет. Здесь вот почарджил сюда. Четыре пробил, все в инвуль ушло. Вичи молодцы. Несколько ран сняли. Сколько? Вот девять осталось из тринадцати. Здесь этот почарджил пробил. Ну, двоек накидал, но он два плюс, конечно, вундит. Все, рейдер не сдюжил. Вичи вышли. Вичи теперь трубца на точке, так что, ну, не знаю, успех это или провал. Все, здесь никто никуда не чарджил. Мой оппонент сделал марскую миссию на четыре очка. Встал в центр, не проваливал мораль, не отступал. И сделал один скрэмблер. Теперь мой второй ход. Я получаю пятнадцать очков, потому что контролирую раз, два, три. Все. Первый ход закончился. Мне, конечно, было больно потерять столько лодок. Но давайте-ка рассмотрим ошибки нашего оппонента. Мы понимаем, что это вот, ну, это один из первых турниров у человека, да? Давайте вместе ему поможем, разберем ошибочки. Ну вот, смотрим. Что нам нужно в игре прежде всего? Нужно контролировать, скорить точки и не давать скорить своему оппоненту. А вот взглянем повнимательнее на центральную точку и подумаем, мог он сделать так, чтобы меня на этой точке не оказалось совсем. Думаю, что да, еще как. Поскольку файер-пауэра было дохрена. Он мне перевернул одну лодку, потом перевернул вторую лодку, потом перевернул третью лодку. А что, если бы он начал переворачивать лодки именно с центральной? Из тяжелых пушек он бы ее уничтожил. А из легких пушек, со стрельбы, там, не знаю, там, с болтеров, там, со всяческих, либо там, с косовороток, вот этих вот, с дредаков, можно было этих вичей уже выпилить, ну, вообще моментально. Допустим, ну, я бы посадил их куда-нибудь за руинку, но сделать уже так, чтобы я эту точку еще контролировать, я бы уже, наверное, не смог. Вот, то есть надо было сосредотачиваться именно на этом отряде. Возможно, да, он не встал бы в центр, это стоило бы ему двух очков, ну, то есть, но в центр, я не знаю, ну, при желании можно как-нибудь со спринта добежать или что-нибудь такое сделать, то есть не с черджа ты в этот центр приходишь. А так он, да, но он пришел в центр, он уничтожил мне рейдер в хтх, выпали вички, они выпали близко к тебе, уже они держат точку, я сейчас 15 очков получаю по первичке, и ты мог это, как бы, предотвратить, и по первичке я получил бы всего 5 очков, потому что держал бы всего лишь 2 точки, а это такая неприятная миссия. Вот, как бы, стоит заметить. Во-вторых, выставил Блэйд Гордов мне прямо под чардж, а еще не окружил аптекаря. Аптекарь стоит, то есть, ну, он снаружи стоит, вот вы видели, 3 модельки, еще 3 модельки, 3 модельки прижаты у нас к боку машины, и 3 модельки просто стоят наружи. Да, и вот одна из этих моделек наружи у нас аптекарь, его надо было засейвить и поставить окруженным, вообще всей толпой, всем отрядом. Вот так бы он выжил, а сейчас он уже не выживет, потому что рядышком дрозар выпал из лодки, и сейчас очень сердитый, хочет рвать и метать. Вот, ну, это уже такой микроменеджмент, я думаю, руку здесь набить можно. Как-то так. Ну, сейчас я своими вичми буду прорываться вперед, буду лочить вот этот вот спидер, потому что вичи могут его отлично залочить, да, буду лочить всяческих там этих самых оставшихся дредаков я буду лочить, да. Буду как-то пытаться сейчас игнорировать Invictor Warsuit, который ко мне пришел, наверное, совет Архонта его будет развлекать, а пока его развлекает Архонт, в рейке у нас будут скорить точку, которая стоит на совете Архонта сейчас. Мандрейки поставят скрэмблер, ну, это уже все, это уже мелочи, вы это сейчас все сами увидите, погнали, следующий ход. Ну что ж, вот здесь у нас мандрейки поставили скрэмблер, парни отошли сюда, бластер куда-то стрельнул, но не попал, вот здесь вот парни сюда стреляли, ничего не сделали, все выдвинулось, вот сюда готовимся чарджить, здесь два кабалита вот так подошло. Кроносы перегрели огнеметы, жахнули сюда, четырех ранок всего лишь оставили, вот этот кабалит добил, пришлось реролить урон, но пореролили и он добил здесь вот это, он взорвался, минус ВИЧ, две марталки сюда, три марталки сюда в лодку. Здесь бреки выдвинулись с адвансом, на точку встали, эти парни сюда подошли, расстреляли вот здесь, ВИЧи отступили и снова могут чарджить, сюда подошли, Сукуба с адвансом сюда подошла, что мы теперь попытаемся как-то это в чердже завязать, и вот здесь вот Сукуба, вот она, вот, будем чарджить теперь, все, поехали. Вот здесь вот Сукуба выпилила этот отряд и ушла сюда за стену, вот она, дальше эти ВИЧи подчарджили Маринчиков, и поскольку Маринчиков не осталось, мы запайлынились вот в этот аппарат. Дальше Сукуба подчарджила с отменой овервотча вот двоих персонажей, Лебра и Капитана, Капитана мы убили, Техмарин сделал пайлын, Heroic Intervention, Дальше, ну как мы там убивали, он подрубил Транцуху, остался в одной вунде, я одну атаку пореролил, он реролил сейф от этой атаки, но не прошел. В ответ, короче, вот этот Лебр ее забил, Техмарин даже ничего не делал. Так, значит, дальше, спейсмаринский овервотч, ультрамаринский, подключился на этот танк и мне поубивало до хрена ВИЧей. В ХТХ тоже еще одну ВИЧ он запорол, но ВИЧи его накусали, он в двух вундах остался всего лишь. Представьте себе, ВИЧи его так накусали. Дальше у нас, Кронос подчарджил, здесь автомобиль, два Кабалита подчарджили автомобиль. Господи, тут, ну вы понимаете, да? Архон подчарджил Блэйд Гордов, Инкубу подчарджили автомобиль Блэйд Гордов. Сюда зашел у нас Дрозарыч, встал в КТХ к ним. Короче, Дрозарыч оставил одного Блэйд Горда в живых, его добил Архон. Дальше два вот этих вот Инкуба уничтожили аптекаря. Вот эти Инкубы уничтожили машину, машина взорвалась. Здесь вот минус чувак и этот в последней ране, здесь минус чувак и они разлочились. Здесь минус отряд, минус Кабалиты, минус три чувака. А в персонажей по одной дырочке. И в Кроносов тоже одна дырочка зашла. Вот все, мой оппонент сейчас по первичке получает ноль. И типа, типа все. Я сделал один скрэмблер, я сделал одну античетверть вот здесь вот только. Там мы, да, там мы дрались, оставить в шести ранах. Он нам оставил здесь только двух змеев. Новый ход ультрамаринов. Начнем отсюда, по порядочку. Вышли эрадикаторы, уничтожили здесь суккубу. Два дамага пришло, как бы, ну в смысле, четыре вунды, два инвуля провалил. И реролить нет смысла, поскольку дамаг 4 плюс D6, да. Дальше. Либр здесь скастил ноль зону. Попробовал скастить смайт. Огребся перилами на две единицы. Почарджил сюда. Убил две вичи. В ответ вот эта вичка его запорола. Двух дамаговыми атаками. Никакие реролы сайва не помогли. Дальше. Этот подошел парень вот сюда. Техмарин сюда, в центре встал. До точки не достает. Пытался чарджить вот эту лодочку. Не почарджил. Мало сильно вы... Вот эти парни встали сюда на точку. Стреляли под разарычу. Этот стрелял под разарычу. Шестерку выкинул. Морталку ему словил. Ну и тут вот тоже две вунды получил. Четырех остался. Техмарин со стрельбы уничтожил двух инкубов. Вот здесь вот в ХТХ активировались вот эти вичи. И сняли последние две раны с машины. Машина не взорвалась. Это в общем-то все. Мой оппонент сделал... А, вот здесь вот. Вот здесь. В стрельбу мне убил одну змею. В ХТХ вторую змею. Вреков не пробил. Змея сняла одну вунду. И в Реке сняли тоже еще одну вунду с этого товарища. Точку мы тут в принципе держим. Но сейчас мы его убьем. Мой оппонент сделал морскую на два очка. Дальше. Сделал Ассасинейт на четыре очка. Убил мне здесь варлорда мою сукубу. Все. Теперь мой ход. Я получаю пятнахи по первичке снова. И ну просто добиваем. Чего не добило. Ну вот. Как видите партия близка уже к завершению. Основная кульминация сражения пройдена. Ну давайте посмотрим. Что удалось сделать моему оппоненту. На мой взгляд было правильным решение вывести эрадикаторов. Именно с целью уничтожить сукубу. Потому что ему нужно было взять хоть какие-то очки. А уничтожить сукубу было делом... Ну в принципе это было дело достижимое. Реальное. И наверняка. Да. То есть он решил не вкладываться на удачу. То есть да. Он мог бы этих эрадикаторов послать на какую-нибудь Архонта. И долбиться во второй инвуль. И не ждать пока его провалю. Ну он же не знает что я проваливаю второй инвуль буквально на первом или втором броске. То есть он как бы не ожидает этого. Поэтому ему проще все-таки стрелять в четвертый инвуль. Хоть и многоразовый. Ладно. Ну решение в принципе правильное. Однако неправильным решением было наверное покупать эрадикатором настолько тяжелые пушки. Это вот не мельта, а какая-то базука лютая с 4 плюс д6 уроном. Не знаю таких не видел раньше никогда эрадикаторов. Вот. Но решение в принципе здесь были правильные. Да. Вот Лебром как-то вот здесь подвигаться. Сильно тоже не отступать от этих вечей. Не пытаться каких-то там тоже персонажей уничтожать. Хотя вот навалить смайт в персонажа было бы классной идеей. Но он мерил да и не доставал до них смайтом. Там очень много юнитов типа кроносов моих персонажей прикрывало и перекрывало этот смайт. Вот. Единственное что да. Либр к сожалению отлетел от банальной Вички. Ну вот эта вот Вичка вот с палкой вот такая одинокая Вичка. Она нихрена не банальная. Эта Вича убивала там и Абаддона и что только она не делала. Ей этот Либр вообще она поперхнулась и не заметила. Вот. Как бы действия вроде грамотные. Но понятно что это катастрофа. И я бы даже не сказал что к этой катастрофе привели какие-то неверные решения на первом ходу. Скорее общая компоновка армии. Не было каких-то таких ключевых юнитов. Все что было собрано такого мощного оно уже рассыпалось. То есть дредов больше нету. Лэндспидера больше нету. И воевать как бы уже нечем. Да. Ну и блейдгарды тоже. Они не чаржили. Не атаковали. Были разыграны отвратительно. Они только скрэмблер какой-то поставили. И все. И потом в них чаржились мои даркельда. Ну это как бы с опытом приходит. Это все приходит с опытом. Человек теперь уже знает что представляют себя даркельдары. И уже будет наверное в будущем играть более осторожно против них. Ну давайте смотрим дальше чем все кончилось. Так. Третий ход наш. Ну и в принципе это конец игры. Поскольку. Сейчас расскажу. Здесь в рэке отступили. Труборны отсюда застрелили инвиктора. Из ланца. За один выстрел. Бам. Нету. С яда техмарина немножечко подкусали. Дальше кроносы сдули его огнеметом. Почаржили сюда вот в этих парней. Тактичка в грависе. Архонт подошел. Уничтожил тактичку в грависе. Просто он их джинблейдом запорол. Дразарыч здесь последнего скаута уничтожил. Здесь вот Вича стоит. Сканирует точку. Здесь Вички побежали на один дюйм. Но дочаржили сюда. Оставили одного парня в одной вунде. И это единственная модель у моего оппонента осталась. Ну, соответственно, да. Убрал Мандрейков в гипстрайк. Высадил Скарджей. Поставил здесь скрэмблер. Так. И... Ну, что мы делаем дальше? У нас есть два хода. На четвертый ход мы сканируем эту точку. Сканируем эту точку. Высаживаем Мандрейков вот сюда. Ставим последний скрэмблер. И делаем кап по всем миссиям. Вот. Мой оппонент сейчас вот на свой ход, да, то, что у него его третий ход, он не отступает из ХТХ, получает за это одно очко по морской миссии и умирает от атак Вичей. Все. Ну, тут 20-0. Я сюда не записывал пока что, что мой оппонент сделал. Ну, сейчас посчитаемся, я оглашу. Ну, вот, посчитались. 87 у меня, потому что сделал кап по всем миссиям. И 14 у моего оппонента. Ну, потому что вот убил персонажей мне и по морской миссии что-то сделал. Спасибо за игру. Ну, да, ребята, вот такой счет. На самом деле бесконечный респект, уважение Николаю. Отличный оппонент. И уважение ему за то, что он все-таки не побоялся. Пришел на турнир, принял участие. Ну, где-то, наверное, проиграл, я не знаю точно, не следил за его дальнейшими успехами. Можно, в принципе, в табличку результатов сейчас будет уже заглянуть, да, после просмотра этого ролика. Посмотрите, на каком он месте. Кого выиграл, кого он может... Нет, в любом случае, в любом случае, даже если ничего не выиграл, вообще ничего страшного. Пришел, набрался опыта, поиграл, понял, где что, где какая слабина у него в армии, какие модельки может докупить, как лучше поступить, против какой армии, какую тактику применять. Вот, то есть, это, это, безусловно, отличный опыт. И, как бы, ребята, тоже не бойтесь, приходите на турнир. Это очень новые, приятные впечатления. У нас тут очень весело, дружелюбно. Мы играем в большой Вархаммер, и давайте, давайте к нам. Ну, и в целом, да, победа у меня 20-0, с большим отрывом, но рад ли я этой победе? Вообще нет, ни разу, ни разу, абсолютно. Ну, во-первых, однокалиточная игра, абсолютно. Я не смог вам показать что-то красивое. То есть, тут просто фейс-ролл, фейс-ролл снял со стола. Это не особо интересно смотреть. Во-вторых, после вот таких успехов, что меня ждет во втором туре? Ничего хорошего, абсолютно. То есть, я попадаю на какого-то огромного злющего папку, который вот раскатает меня вот точно так, как я своего оппонента. Вот, к бабке не ходи. После таких больших побед всегда приходят большущие поражения. Это касается именно первого и второго тура. Вот в первом взял двадцаточку, во втором туре возьмешь мулик, потому что с тебя возьмут эту двадцаточку потом. Там, если третий, четвертый тур, там фигня уже. Там может абсолютно по-разному выйти. Может как на папашку попасть, так еще на какого-нибудь, ну, просто особо удачливого человека. А вот на второй тур это вообще критично. И поэтому с трясущимися поджилками, ни хрена не довольны, не радостны от победы, я уже во второй тур отправляюсь. А это вы увидите через недельку. Смотрите, не переключайтесь, подписывайтесь, ставьте лайки, комментарии. Ну, в общем-то, ладно, все, пока, вы знаете.